Лето в мире кораблей обещает быть жарким. В ближайшем патче 13.6 нас ждет глобальное изменение механики игры, которое может выглядеть как Pay2Win. Донать и побеждай! После первого прочтения новостей у меня сложилось именно такое впечатление, но потом, взвесив все за и против, пришел к неожиданному выводу. Досмотрите до конца и вы поймете о чем я говорю. Ну а если у вас нет столько времени, то держите быстрый лайфхак. Не торопитесь открывать суперящики и контейнеры с сигналами, в будущем обновление это будет реально золото. Сам я так точно делать пока что не буду. Кстати, на связи ваш Лоцман Гетфан, а этому видео очень нужны ваши лайки, чтобы не сесть на мель. Буду благодарен за поддержку. Теперь о приятных новостях. Узнал, что в обновлении 13.6, помимо изменений механик, будет еще контентное наполнение. Новые эсминцы США, о которых я уже подробнее рассказывал в нашем телеграм-канале, заходите, если интересно. Там сегодня, кстати, еще проходит раздача бонус-кодов, и у вас есть шанс получить их. Кроме того, мир кораблей готовится к празднованию Дня ВМФ, частью которого станет еще и крейсер Щербаков. Также в обновлении нас ждут улучшения и старых карт и порта Санкт-Петербург. Но, наверное, это не то самое, ради чего вы пришли посмотреть этот ролик. Потому давайте закончим с прелюдиями и перейдем к самому горячему изменению экономики. Итак, что же нас тут ждет? Во-первых, поменяют контейнеры. Вместо разнообразия в ежедневных наградах нас будет ждать стандартный ежедневный контейнер, который собирает в себя наполнение самых популярных вариантов. Мотивацию и цели этого изменения с официальной позиции можете почитать на экране. Но у меня есть подозрение, что это все, конечно, очень даже может быть правдой, но больше я тут вижу повышение ценности угля через сложность его получения, так как в новом виде контейнеров максимум будет 1000 угля вместо 1200, возможно сейчас. Однако сигналов станет больше, что, возможно, компенсирует потерю и даст повод играть все больше и больше. Но дальше поймете почему. А самое смешное, что исходя из наполнения новых ежедневных контейнеров, все выглядит так, что супер-контейнеры теперь приравнены к 500 угля, что выглядит весьма комично с учетом названия. Видимо, разработчики стали понимать, что супер-контейнеры игроками воспринимаются в основном как мусор. Или я ошибаюсь, и это только мое мнение? Пишите в комментариях, что бы выбрали вы? Супер или горсть угля? Выбор сложный. Но, признаюсь, тут я подложил для вас подводный камень, ведь вы еще не знаете, что супер-контейнеры в новом патче кардинально поменяют содержимое, и есть вероятность, что игроки, которые копили ящики все это время, будут приятно удивлены. Ведь именно они за свое терпение получат первыми возможность ощутить новую мощь знакомых кораблей, улучшенных супер-сигналами, которые будут доставаться из новых супер-ящиков. И самое время, наверное, рассказать, что ж там такое будет с сигналами. И если очень коротко, то вместо многообразия в выборе сигналов нам выдадут сразу комплексы улучшений, которые будут полезны на всех кораблях. Причем сила бонусов будет вальироваться от стандартных до элитных, как это сейчас уже реализовано в бустерах на опыт и заработок. Изменения, скажу сразу, неоднозначные. Так как одно дело за донат улучшать экономику игрока, а другое дело менять параметры его корабля. Дорожка эта весьма скользкая, и как ни крути, это прямо-таки веет запахом Pay to Win, которому после обновления 13.6 у игры есть все шансы скатиться. Но внимание! На данном этапе пока рано говорить о том, что это событие состоится. И чтобы это увидеть, необходимо чуть более подробно разобрать новую механику. И сразу зайдем с примеров. Берем сразу набор на живучесть. В стандартном наборе вшиты бонусы на 10% времени тушения пожара и затопления, что вдвое меньше, чем у нынешних сигналов на том же направлении. Но при этом в этом наборе есть еще и бонус на боеспособность корабля, которого не было раньше. Важно проговорить это сейчас, так как при конвертации сигналов мы получим именно стандартные бонусы, потому эффективность, возможности изменения параметров кораблей по сути уменьшатся. Но нельзя это воспринимать сейчас как однозначный минус, ведь если у вас было мало сигналов, то в новой системе вы получите большее количество бонусов на большее количество боев. Потому как все сигналы Индия Янки, Джулет Янки и Индия Дельта будут конвертированы в наборы сигналов на живучесть. И по сути получается, что в старой системе мы на один бой потратим все три сигнала, а вот в новой системе нам дадут три набора на три сражения. И вот это уже выглядит как пируэт в сторону игроков, которые только начинают играть или просто особо не донатили и не имеют, как у меня, массы сигналов в запасе. Потому кажется, что определенный процент игроков обрадуется такому изменению. Или мне кажется? Напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет? Но вот ветераны, скорее всего, будут недовольны. И тут же необходимо отметить, что вот такая несправедливость в распределении бонусов, она есть не на всех направлениях. Некоторые бонусы, такие как скорость, к примеру, даже будут более мощными. Ведь стандартный комплекс на скорость имеет те же самые 5% от сигнала, но при том еще и дополненный временем действия, которого не было раньше. И такое есть не только в скорости. Сравните сами таблицу. Потому у меня сейчас вот ну никак не получается однозначно говорить о том, что новые бонусы станут хуже старых. Нет, не везде. Но глобально, в общем-то, проблема даже не в этом. Не в конвертации, а в появлении механики, которая теоретически способна ослабить позиции не донатищих игроков в будущем. Почти на 100% уверен, что в комментариях под этим видео будет озвучено хотя бы кем-нибудь мнение о случившемся Pay2Win и о том, что я не объективен. Но позвольте поправить. Ведь на данном этапе однозначно утвердительного ответа давать невозможно, только если не придумывать причины для этого. Ведь в той же самой новости ниже написано следующее. Элитные, ну то есть самые дорогие и мощные сигналы невозможно будет купить напрямую. Вообще никак. И вот это, как минимум, выглядит так, что разработчики понимают, ну или делают вид, что понимают, что превращение игры в Pay2Win может отпугнуть ветеранов и навредить проекту. Вместо продажи элитные бонусы можно будет получать из суперящиков и контейнеров, которые вы сохранили до обновления. А также в качестве награды за достижения. Может быть вы помните ту механику, которая за умение играть позволяла получать дополнительные бонусы. И вот она возвращается. Ура-ура! Теперь элитные сигналы будут выдаваться за боевые задачи, то есть превращая ваши успехи в бою, в элитные бонусы, которые позволят в следующих боях выступать ещё более эффективно. Так что вот что-что. Но сейчас это скорее похоже на укрепление роли скилла, а не доната, так как механика даст возможность опытным игрокам ещё больше усилять свои корабли. Чему киберкатлеты скорее всего будут ооочень рады, а вот остальные напрягутся. Ведь от такого нововведения появляется больше рисков. В рандоме встретить корабль, которого будет победить, буквально крайне сложно. И к донату это пока что не имеет никакого отношения. Но расслабляться не стоит. Не говорю пока что, что пейт у вина не будет совсем. По крайней мере, пейта будет, вина возможно нет. Во-первых, потому что серебряное снаряжение корабля станет значительно дороже, что определенно повышает значимость серебра и фарм кораблей. Ну а во-вторых, у редких сигналов уже нет отметки о том, что их нельзя будет купить. Это значит, технически, что их могут добавить в донатные механики. Прямо об этом пока что конечно не говорят, но и обратного тоже не утверждают. Так что остаётся некоторая неопределённость, которую можно трактовать кому как угодно. Потому вопрос в зал. Как вы думаете, а перейдут ли разработчики эту черту? Или всё-таки смогут устоять? Ведь технически-то разница между особыми сигналами, которые можно купить за уголь и которые будут доступны всем, и редкими сигналами, которые возможно будут за донат, всё-таки достаточно значимыми. Конечно, игра не станет пейт у вина, ведь есть красные сигналы, которые будут получать скиловички. Тем не менее, вряд ли тем кораблям, которые снабжены зелёными сигналами от этого будет сильно легче. Очень интересно почитать ваше мнение на эту тему в комментариях. Ну а я пока скажу так, как думаю я. Если подумать, это конечно всё очень плохо. Тем не менее, даже если рассматривать самый негативный вариант событий и признать, что синие сигналы всё-таки будут продавать, то трагичность всё равно пока что проглядывается очень и очень слабо. Ведь если довериться тому, что уже написано в новости прямо, то получается, что эти сигналы так или иначе будут, но будут редкими. А значит, вряд ли они будут способны как-то кардинально повредить баланс в игре. Говорить об этом возможно, хотя бы исходя из того, что уже сейчас мы видим эту ситуацию. Да, сигналы есть, и они очень мощные. Только вот они доступны отнюдь не всем. Уверен, многие из моих зрителей вообще играют без сигналов. Но почему-то до этого момента никто больно на эту историю не роптал. Так что, вероятно, расслоение, которому все сейчас сильно будут переживать, в общем-то, уже случилось достаточно давно. Есть игроки, которые получают много бонусов, есть игроки, которые довольствуются малыми бонусами и просто играют в кораблике без расчёта на то, что они сейчас возьмут и всех убьют. И вот исходя из такой мысли, я вполне себе могу допустить, что со временем синие бонусы всё-таки станут частью монетизации игры. Возможно, вначале будут говорить что-нибудь нейтральное, чтобы никого не нервировать, но в итоге-то все мы понимаем, что игре нужен донат. И это, наверное, для фри-то-плей игры нормально. Главное, чтобы играть без доната, всё равно всё ещё будет возможно. С другой стороны, если у вас есть иное мнение на этот счёт, то, пожалуйста, не сдерживайтесь. Напишите в комментариях, как дополнительные 5% на время тушения пожара могут кардинально изменить живучесть игрока, который вообще не умеет управлять аварийными командами, тушат первый попавшийся пожар, а потом сгорает от трёх, оставшись под фокусом. Из-за чего и теряет линкор за один необдуманный врыв. Если вы видите, как эти самые 5% смогут повлиять на его эффективность, то напишите, как. Я лично не вижу, потому и не склонен сейчас пока что драматизировать эту историю. Однако с точки зрения прем-аккаунта и премиум кораблей, всё меняется и становится ближе к тому, что представляют из себя танки. То есть сложная фарм-модель, где без према комфортно играть на 10 уровне практически не получится. И раньше корабли славились тем, что тут льготной экономикой и играется на топах легко. Но вот теперь-то серебро по-настоящему станет важным ресурсом. Но это чисто моё мнение, ваше, почитаю в комментариях. А пока вы его пишите, пройдусь по смежной информации. В дополнению к вышеописанному, бонус на дальность работы ПМК уйдёт от сигналов в модернизации, чтобы не затрагивать это направление совсем. Детонация тоже, увы, уйдёт в историю. Событие это спорное, ведь с одной стороны убирается исторически важная механика, а с другой стороны, в игре это событие было очень редким, что и говорить. Ведь зачастую я вот игнорировал сигнал на это направление, просто потому что думал, пронесёт. И ведь чаще всего действительно проносило. А вот пропажа бонуса на таран на самом деле немного расстраивает, ведь некоторые тактики после этого станут буквально невозможными. Взять, к примеру, таран подводной лодки какого-нибудь эсминца или крейсера. Вот уж теперь действительно придётся от таких тактик держаться подальше. Вот, в общем-то, и всё, что можно сказать было на эту тему. На этом буду закругляться. Надеюсь на ваши лайки и подписки, и благодарю зрителей, чья поддержка сохраняет канал на плаву. В особенности это касается короля Марии Чинчипоса, морского дракона Сруль, а также Адмиралов Константина Пучкова, паранойка Алексея Емельянова, Дмитрия Виноградова, Костик Ташлыкова, Михаил Рубцов, Денчика Иванова, Тёма Казаринова, Гарибальди, Башу, Максим Антюхина, Ромчика Грузинск и Андрея Васюченко. Желаю крепкого здоровья, комфортного рандома и ярких, незабываемых боёв. Пока-пока и до связи в новых видео на ТВ Get Fun.